Ивановская ТЭЦ-2 – старейшая действующая теплоэлектроцентраль в городе. Гигантские бойлеры, которые нагревают воду, не менялись здесь с момента ввода в эксплуатацию 1954 года. И это при том, что срок их службы – не более 30 лет. В конце 2018-го в рамках программы технического перевооружения было решено заменить часть оборудования, что позволило серьезно перераспределить нагрузку. Мы видим, что количество включенных бойлеров уменьшилось, появился резерв, уменьшилось количество включенных насосов, что экономит электроэнергию. Ну и немаловажно – это уменьшение затрат, трудозатрат на ремонт старого оборудования. На полное переоснащение централи требуются сотни миллионов рублей. Сумма для компании трудноподъемная. Заменили самые износившиеся бойлеры. Общая стоимость трех новых агрегатов – 20 миллионов рублей. По техническим характеристикам они ничуть не хуже советских. Произведены на том же заводе. Для сравнения, старые нагреватели, срок эксплуатации которых уже истек дважды, выглядели так. Каждый год ежегодно у нас составляется ремонтная программа. Соответственно, они были включены туда, и производились ежегодные чистки, ремонт, табулировки. Плюс виды изношенности основных элементов. Соответственно, вместо ежегодного разового обслуживания приходилось производить. Там неоднократно ремонт. Сейчас вся техника работает в штатном режиме. В случае неисправности на станции включат резервные бойлеры. В 2019-м ПАУТЭ-Плюс планирует продолжить процесс переоснащения. Также была замена частичной арматуры. Дальше планируется замена насосов конденсатных. Все это повысит надежность и экономичность с точки зрения сохранения, уменьшения затрат на расход электроэнергии. И, конечно же, уменьшение затрат на ремонт. Благодаря новому оборудованию ТЭЦ-2 не только минимизирует издержки, но и повышает стабильность работы. А это чрезвычайно важно с учетом того, что именно эти котлы и бойлеры греют воду для отопления большей части областного центра. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.